Мы наблюдаем поразительную картину. Все индустрии мира, понимая того или не понимая, продуцируют бесовщину. Ведущие учёные, политики, артисты пытаются установить контакт с духовными сущностями, считая последних высокоразвитыми, богоподобными личностями, обладающими большей силой, знаниями, чем человек. Нетрудно догадаться, что контакты с нефизическими существами открывают настежь двери для бесов и дьявола. При этом христианство и Церковь занимают лидирующие позиции в мире, так как продуцируют настоящую жизнь, любовь, прощение, благодать и веру в Иисуса Христа, истинного Бога. Миллиарды людей не поклоняются бесам и не увлекаются бесовщиной, а поклоняются Иисусу Христу, ведь только Он — истинный Бог и жизнь вечная. Он родился в результате непорочного зачатия и является Бога-человеком. Ведь только Бог мог являть власть над всем творением, исцелять больных, воскрешать мёртвых, усмирять стихии, умножать хлеба и рыбы. Только Святой Бог мог взять на Себя все болезни и проклятия мира и поглотить их своим телом и кровью. Только Дух Бога мог опуститься в ад из умершего тела и выйти из ада победителем. Иисус Христос воскрес! Он есть истинный Бог и жизнь вечная. Он — единственная истина во всей Вселенной, и всякий верующий в Него имеет прощение грехов и жизнь вечную. Сейчас как никогда нам нужен Иисус, когда миром правят духи и отовсюду с информационным потоком приходят души. Да, да. Всё пытается, информационное, которое сегодня есть, то есть культурное, понимаете, которое пытается влиять на общество, оно всячески, что оно пытается сделать? Оно пытается унизить церковь, оно пытается оболгать церковь, оно пытается, знаете, вычурнуть, как Иисуса вроде бы не было, или это что-то было такое. Но мы должны чётко понять один такой самый главный момент. Происходит эта подмена через все направления общества. Культура, спорт, политика, экономика, наука, творчество. Со всех разных сторон везде подмена. И когда это происходит, мы не понимаем, а на самом деле нас погружают в эту как бы чертовщину, в эту бесовщину, которую мы не подозреваем. И потом мы говорим, а почему, слушай, мир становится более демонизированный, более пропитан бесовщиной, и везде проблемы. Эти, получается, боги, бесы, или черти, они просматриваются на сегодняшний день везде. И вот это является проблемой. Отсюда и происходит демонизация нынешнего общества или нынешнего мира. Ты смотришь, люди вроде бы верующие, а очень много проблемных людей. А что такое? А ты когда начинаешь говорить, а что ты дома больше всего смотришь? А я больше всего там смотрю кентавров, минотавров, богов каких-то. И вроде бы кино, знаешь, но через это кино Дух Святой не приходит. А я больше какую-то музыку слушаю, бам-бам, там бесовскую и так далее. И человек, он не понимает, что он поёт, но он уже призывает на себя дух депрессии, дух смерти. Поэтому это очень важно, понимать этот момент. Потому что я уже достаточно вижу таких людей, которые захвачены, понимаешь, верующих людей. Они просто какими-то артистами, они захвачены какими-то спортсменами, они захвачены просто искусством какими-то. Культ тела, красота тела, здоровье какое-то. Да, музыкой какой-то, которая никакого отношения к Богу не имеет, понимаешь. Они захвачены так просто футболом, ни одного матча там не пропустить. Там они знают всех этих футболистов и так далее, кого они только не знают. и ты понимаешь, что вот это и является уже культом, вот это и является поклонением. Потому что на самом деле, куда ты отдаёшь своё время, кому ты поклоняешься, понимаешь, кому ты отдаёшь предпочтение, это и является уже идолом, это и есть уже вот этот культ. Просто сам себе искренне задай вопрос. Ты можешь вообще без этого жить? Кем ты больше восхищаешься вообще? Сериалом каким-то или действительно Иисусом Христом? Или Его словом? Или Его поклонением? Или служением? Или евангелизацией? Чем ты больше на самом деле, чем ты восхищён? Аминь! Аминь, аминь!